Всем привет! Вы на канале Карина Влог, и меня зовут Карина, и сегодня со мной моя сестра Маша. Всем привет! И сегодня у нас игра «Было, не было?» Вот у нас есть такие вот листочки, и есть вот такие бумажечки, их достаточно много, с вопросиками, было ли это у нас или же не было. Ну что ж, давайте приступать играть. Но перед началом этого ролика что нужно сделать? Поставить лайк, подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать ни одного нашего видео. И еще написать любой комментарий по поводу этого видео. Ну что ж, погнали! Так, перематываем и тянем. Сейчас прочитаем вопрос. Кстати, поставьте реально лайк за мои старания, что это все писало. Готовы вас к этому видео, у нас есть хорошее освещение. Итак, было или не было, что вы упали с дерева? Так, мне нужно вспомнить и кратко рассказать, если это было. Но если вы прям уже не помните, то можно не рассказывать. Наверное, у меня это было, а у меня не было. Я, причем, наверное, пару раз. Раз, два, три, вот так вот. И я помню только один раз, как мы с друзьями играли, кто выше залезет. И, короче, я, конечно, была залезла, но потом я не знала, как спрыгнуть, потому что там не было ни веток, ничего. И, короче, пришлось падать, и я так прям упала. Ну вот, высота примерно была два метра с половиной, нет, два метра где-то. И прям пришлось так нормально упасть. Так что у меня это было. У Маши не было. Так, следующий вопрос чанит Маше. И читай. Было или не было, что вы проспали остановку в автобусе? У меня не было. Тоже не было, потому что мы едем с мамой, а мама не спит. Как-то вот так. Далее тяну я. Этот вопросик, он мне под руку попался. Было ли такое, что вы падали в лужу? Так, падали в лужу. Ну да, наверное, было. Мы с друзьями. Это было. Мы с друзьями, в общем-то, играли в лужи, ходили там летом, потому что вода была тепленькая, это было круто. И однажды я просто решила покупаться, так сказать, упала в лужу. Ну, вот такая у меня история. Теперь, Маш, ты свою расскажи. Ну, у меня тоже было. Я просто бежала, бежала и нечаянно сослепилась за камень и упала просто в лужу. Ничего себе за камень, наверное, больно было? По асфальту там. Да, там асфальт. Твоя очередь. Да, твоя очередь. Что это за вопрос? Было или не было, что вы подвернули ногу? Так, ну, конечно, было. Даже ни разу. Я не была. Не подворачивала ногу. Раза три, раза четыре у меня было. Просто как-то я ходила и подворачивала ноги, бывало, бежала. Ну, в общем, как-то так. Так, теперь я тяну. Просто вопросов очень много. Надо кратко всё рассказывать. Было или не было, что вы купили в магазине обувь, а домой пришли, а она маленькая? Ну, ну, это не сразу она у меня была маленькая, но где-то через неделю-две так точно было. У меня не было. Ну, тут просто было, потому что пришли, домой померили. В магазине померили, всё идеально, хватит надолго. Пришли домой и две недельки поносили. И потом, ага, уже не влазит нога. И потом обувь. Теперь Маша тянет вопросик. Было или не было, что вы случайно разбили вазу, а потом пытались её склеить? Ну, вазу не было, конечно. Не было. Бывало, конечно, чашку. Бывало, уронила, хотела склеить, чтобы закрыть свои следы, что она типа не так. Но, конечно, у меня это не удавалось. В общем, как-то так. Теперь опять я тяну вот эту хочу бумажку. Не развернула свои бумажки. Так. Было или нет, что вы в магазине перепутали тележку с продуктами с кем-то? У меня не было. У меня тоже такого не было, потому что мы с корзинками ходим. Да, мы тележки не берём, потому что мы так много продуктов и не покупаем. Да, и потому что у нас магазин близко, мы так не покупаем много продуктов. И мы корзинки носим. Как-то так. Что же там интересно? Опять напоминаю, подпишитесь на канал, поставьте лайк. Фокус пропал. Было или не было, что вы... Что написано? Так. Что вы с сонной перепутали крем с зубной пастой. Просто машина не очень понимает мой почерк, так что вот. У меня вроде бы было. А у меня нет. Как-то я сонная чистила зубы. Помню такая. Закрыла глаза, чтобы ещё... Почищу такая, думаю, зубы. Посплю, когда почищу. Так вот, типа, знаете, не видя. Взяла вместо пасты крем. Хорошо, что я чуть-чуть ещё нанесла. Совсем на донышке. И вот почищу, а потом как промывала, так рот. Я думала, я отравлюсь. Но всё нормально было. Теперь Машка. А, нет, я. Ты чего мне не сказала, что я? На первую очередь. Было или нет, что вы перепутали свой дом с другим? Нет, другим. С другим. В прошлой квартире было, но тут именно дом, так что не было. Мы сейчас просто в доме живём. Раньше жили в квартире. Тогда я могла подъезд перепутать. Но, нет, я не перепутала, потому что у нас там... Не, ну, конечно, дома одинаковые, но... Как можно перепутать свою квартиру, свой дом, свой подъезд, если они... Вот, например, наш дом так стоит, другой дом так стоит, и они под номера. Звучит смешно. Да. Твоя очередь. Что там за вопрос? Очень интересно. Ставьте лайк. Было или нет, что в кофе вы вылили что-то на себя? В кафе. В кофе. Ребята, это минутка ещё смешнее. Так, я читаю вопросы, короче, Маша не будет их читать, но она не понимает мой почерк. Было или нет, что в кафе вы вылили что-то на себя? Ну, какой тут кофе, ребят? Ну, тут кафе написано. Конечно, не очень понятно, но вот. Кафе. Кофе там. Там кафе. Я не понимаю почерк. Ну, я просто быстро писала, ребята, я это всё писала где-то минут 15. Всё равно поставьте лайк. Было. И, непрочем, не в кафе. Не, ну, бывало и в кафе один раз. Но я в кафе так почти не хожу. Чай я постоянно на себя разливала. Так что из-за этого я больше люблю пить кофе. У меня было, но я совсем немножко пролила. Я просто как-то неаккуратно взяла кружку и немножко пролила. А так дома, я помню, я один раз пролила, мне пришлось переделать. Пока Маше будет рассказывать, я буду сразу читать вопросы. Воровали ли вы что-то когда-нибудь? То есть в магазине, наверное, да? Или вообще у кого-то? Если в магазине, то нет. Нет, ну, в магазине я... Подожди. Нет, в магазине я не воровала. Я за честь местных... Слушай, в магазине не воровала. А если у друзей-то... Воровала. То бывало, конечно. Мне так понравилась была штука. Но это мелочь, там, заколка, резинка. Мелочь, короче. Но такое, конечно, было. Потому что... Мне тоже так. Такое красиво, а ты не знаешь где, и не знаешь, как спросить, короче. Пошлось ты в сумочку и пошёл. И всё равно потом я отдавала, чую-то поносила, и всё. Следующий вопросик. У нас... Чтобы время так не терять, это видео получится на 15 минут. Было ли такое, что вы болели в важный день? То есть, например, у твоей подруги, например, было день рождения, и ты в этот момент заболела? У меня не было. У меня такое было. Но на день рождения я пошла, потому что уже я вроде четвёртый день где-то болела, и я уже почти не болела. Но, конечно, я болела в тот день ещё всё-таки. Вот так. Вот осталось вопросиков не так уж и много. Но мы их прочитаем. Кстати, если хотите вторую часть, пишите в комментариях, давай на сколько лайков? На 5 лайков или же... Сколько просмотров? Давай 40. Или на 40 рассмотров мы снимем вторую часть. Маша, и за 40 просмотров, и за 50 лайков, она увидит, что вы активны, и, конечно же, будет сниматься. Да, Маша? Конечно. И, кстати, моему каналу уже целых два года, хотя я снимаю только месяцев шесть. Вот. Как-то так. Потому что 30 декабря у него день рождения моего канала. Так, следующее. Было или не было, что вас сравнивали с знаменитостью. То есть, например, ты на кого-то там похожа, на какую-то знаменитость. Вот у меня такого не было. А у меня было. Серьёзно? Тебя с какой-то знаменитостью испытывали? Ну-ка, расскажи. Ну, у меня просто подруга, она сказала то, что я немного похож на Ольгу Бузову. Я сначала не поверила, думаю, что за чушь. Ну, какая Ольга Бузова? Она говорит, не, серьёзно похожа. Не, покажи. Да, ну, вообще не похожа. Ну, я не знаю, я была просто помладше, но она сказала, что я похожа на Ольгу Бузову. Сейчас же напишите, на кого мы с Машей похожи, на знаменитости. Например, пишите. Маша, она похожа на Аню Покров. Ну, это я так, пример привела. Итак, следующий вопрос у нас. И такое, что вы вырывали листы из дневника. Лично у меня не было. Я не знаю, наверное, у всех школьников это было, но у меня не было. Нет, даже не было. Не вырывала. Либо я просто оценки маме не показывала, либо... Ну, у меня такого не было, я не вырывала листы из дневника. Вот, у меня уже памяти не совсем хватает. Так, Маша, это вопрос тебе. Был ли у тебя парень? Конечно, нет. Ну, я был краткой... Ну, короче, хорошо и кратко. Так, далее. Было или нет, что вам залетела муха в рот или в ухо? О, прям стежком. Ну, почему я просто ехала на велосипеде или шла, и мне постоянно залетают в рот или в ухо. Муха, там, комар. Четыре осталось в бумажке, понятно. Было ли такое, что вы брали что-то... А, Маша, прости, а было ли такое, что ты брала что-то из моей косметики? Пока я не знала. Было? Так, все вместе поподробнее. Знаешь, куда ты ходила, да, Маша? Ну да. Или же просто не видела, да? Накрашу губки, никто там не знает. Накрашу леснички, накрашу веки. Ну, именно так и было. Все понятно с тобой, Маша. Осталось три бумажки, читаю быстренько. Было или нет, что вы ходили ночью в вас? Я сразу знала, что у тебя было. Я увидела, как она ходила ночью, ну, короче, нам не будем рассказывать, и типа не заканчивается. Предпоследний вопрос. Было или не было, что вы разбили чем-то окно? Не было. Сейчас покажу. Не было, конечно, такого. Я ничего не разбивала, никакое окно. Так. Было ли такое, что вы хотели себе забрать бездомного животного? Ну, конечно, было. Конечно, было. Но я его, конечно, потом подкармливала. Вот. Мне кажется, потом животные после меня были, им было круто. Так что вот. И на этом всё. С вами была Маша и Карина. Всем пока-пока. Ждите новые ролики с Машей. Ведь у неё будет выходной, давайте, только в воскресенье и в среду, потому что у неё музыка. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...